Эстафета опыта. Пожалуй, именно так можно ознаменовать сегодняшнюю встречу новорингойских факелоносцев с юными спортсменами. День для этой беседы выбран не случайно. Совсем скоро состоится открытие 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. И те, кто стали частью Олимпийского движения в нашем городе, поделились впечатлениями и эмоциями, которые испытывали знаменательный для них день 4 ноября. Рассказали о первых спортивных шагах, разочарованиях и победах. Анна Долгушина расскажет подробнее. Прийти в спорт просто. Главное не лениться. А вот чтобы стать частью Олимпийских игр, нужно пожертвовать собой. Это, пожалуй, главный совет начинающим спортсменам от тех, кто со спортом давно уже на ты. Не понаслышке это знают фигуристка и хоккеист Татьяна и Олег Никулины, тренер по лыжным гонкам Татьяна Муфлехунова и пловчиха Анна Маноли. В числе 60 факелоносцев они заслуженно пронесли олимпийский огонь по улицам Нового Уренгоя. Для меня это, наверное, была Олимпиада. То есть такое чувство, что ты участвуешь, и ты частица этой Олимпиады, но она у нас началась Олимпиада 4 ноября. Эмоции, они, наверное, раньше начались, еще до того, как получили факел, когда узнали, что все-таки одобрена кандидатура, пришло на e-mail письмо от Олимпийского комитета России. Вы понимаете, это вот, ну, ты маленькая вещинка в огромном-огромном мире. И ты, ты есть. И об этом узнал весь мир. Вопросов у школьников, к спортсменам, факелоносцам и, в первую очередь, наставникам множество. Как выбирали вид спорта, какими успехами могли похвастаться в детстве и в какие приметы верят перед соревнованиями. Залаживаю на тумбочку, я все время делаю ватар. И я не знаю, суеверие это или нет, но мне помогает. Это как мой личный такой настрой. Конечно, главная тема встречи – Олимпийские игры. Единогласно решают, болеть нужно за всех российских спортсменов одинаково. Будь то легендарные хоккеисты или только взбирающиеся на Олимп сноубордисты. Я патриот России и патриот команды хоккея и спорта любого вида. Поэтому, как бы, всегда жду первого места. Другого, как бы, нет. Если что-то будет, иначе будем переживать. Будет первое место, будем втройне радоваться. Организаторы встречи результатом довольны. Говорят, видно, что дети заряжаются энергией спортивного патриотизма. Это очень важно в день начала Олимпийских игр, чтобы болельщиков стало как можно больше. От нас уже передавать энергию олимпийцам для побед. То есть, ну, как-то вот всем, всем сердцем, всем миром, всем городом нашим. То есть, вот все туда, все в Сочи, все в Олимпиаду, все в Олимпийцев. До открытия Олимпиады остаются считанные часы. Но у урингойцы вместе со всей страной с замиранием сердца и трепетом ждут этого. Ну, а главное чувство – это, конечно, вера. Вера в то, что наши спортсмены покажут самые достойные результаты. Анна Долгушина, Артур Цвелюк, Служба новостей «Импульс».